здравствуйте девочки сейчас я немножко тут получается так всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир посвящен анонсу группы роза розы 2 потока я немножко расскажу про материалы про инструменты про то что нам вообще понадобится и чем мы будем заниматься в новом потоке группы роз я вас всех приветствую ну и по традиции дам промо код на скидку на группу сейчас до 15 декабря точнее про не промо код а просто у нас до 15 декабря стоимость группы по розам будет 1500 рублей с доступом три месяца и 1800 рублей на данный момент с доступом к материалам год вообще группа будет такая обширная то есть у нас мы будем много где заниматься у нас будет свой тренинг на гид-курсе с уроками с пошаговым выполнением четырех работ плюс у нас будет закрытая группа в instagram для прямых эфиров и там остались материалы с первого потока группы розы и они все вам будут доступны и вход в эту группу навсегда то есть неважно сколько потоков сколько потом вы еще пойдете потом потоки розы если захотите продолжать из этого профиля вас никто никогда не выгонит и доступ к материалам у вас остается вот соответственно первый поток группы розы кто не пошел во второй у вас будут доступны прямые эфиры но без записи то есть вы сможете вот просто онлайн их смотреть записи прямых эфиров будут доступны только второму потоку и собраны будут уже на гид курсе то есть на первом потоке мы высылали на почту на втором потоке мы все собираем по аналогию с ботаникой в отдельном уроке гид курса и доступ к записям прямых эфиров вас тоже останутся навсегда то есть в конце я вам дам просто ссылку на плейлист дети все записи собраны и вы сможете их там смотреть столько времени сколько они на ю тубе будут лежать вот у нас в розах будет новая палитра очень нежная вот здесь вот как бы я ее пробую сейчас дата чего очень получается классная прям вот мне очень нравится такая она получается нежно винтажная вот будет новый тип розы новые типы бутонов ну как бы немножко дополнение доработки по итогам первого курса мы я немножко переформатировала работу теперь у нас будет несколько тренировочных уроков как также как было в первых розах мы вышьем несколько маленьких совсем маленьких тренировочных работ и будет четыре больших работы которые будут снятые выложены на гид курс которые вы сможете вышивать в своем темпе плюс еще две работы мы с вами вышли в прямом эфире ну как бы частично сколько успеем но все элементы мы еще раз посмотрим разберем мы с вами поконструируем свои собственные сюжеты так что вы сможете в прямых эфирах вышивать уже свои собственные сюжеты какие вы придумаете также мы немного поговорим о цветовой гамме о том где искать вдохновение о том как рисовать различные сюжеты в различных формах не только там уголок салфетки но и сложная форма посмотрим сердечки вот и прочие прочие всякие разные интересные штуки вот такой вот промо урок лаванда уже доступен всем кто сейчас зарегистрируется на гид курс или кто уже зарегистрирован в микро или ботанике вам промо урок доступен тоже вот если вам понравится если вы в микро или ботанике вам понравится то пишите мне в директ и заходите на поток розы соответственно всем кто добавляется в группу по розам вы сразу сможете уже начать тренироваться и вышивать вот такой вот букет лаванды вот немножко поговорю о материалах потому что именно к этому курсу к розам нам нужны особые иголки нам нужны иглы во первых толстые размера 1 то есть они такие вот толстые достаточно толстая и при этом они должны быть вот ушка у них должно быть ровное сейчас я переключу камеру и вам буду показывать уже тогда более подробно что нам нужно будет вот иглы вот смотрите в чем их нюанс то есть вот эта игла подходит меньше чем вот это видите разница здесь ушка потолще здесь ушка потоньше вот эта игла прям вообще идеально подходит а с этой немножко сложно снимать на вивы вот поэтому если у вас будет возможность купить где-то купить вот прям такие ровные иглы вот очень рекомендую есть вот такой вот набор пони на озоне его можно купить вот видите у него тоже ушки толстоватый немножко то есть с одной стороны вроде он подходит на потому что номера 15 но вот ушки здесь немножко толстоватый поищите набор гамма где вообще просто иглу номер один есть такой набор я к сожалению не осталось от него упаковки но остались иглы там по моему 6 игл номер один есть еще вот такой вот набор гамма достаточно неплохой у нас девочки им вышивали тоже достаточно такой но он в принципе очень похож на вот этот набор только ушки у него все-таки немножко более ровная вот иглы для вышивания 15 вот здесь есть как раз самая толстая игла это номер один игла чем меньше номер тем она толще если у вас есть какие-то вопросы то вы можете их задавать сейчас в чат вот и я на них отвечу если мы сейчас успеем то мы немножко даже еще наверно с вами чего-нибудь повышиваем вот то есть если вы собираетесь на розы обязательно озаботьтесь иглами это очень важно потому что от качества иглы будет зависеть собственно как у вас будет все получаться потому что в этой вышивке у нас очень много навивов идет всяких разных и здесь конечно чем игла правильнее тем вам будет просто проще все это выполнять где купить гамму иглы гамма они продаются вот в леонардо точно в иголочке точно и посмотреть еще в интернете я думаю что найдете есть еще вот такие иглы микрон но здесь начиная вот есть 510 а есть начиная с третьего номера вот микрон получше качеством чем гамма но у микрона я не встречала набор чтоб начинался с единички если вам вдруг удастся найти именно с единички и именно вот такие ровные ушки и острые иглы было бы вообще замечательно есть французские какие-то иглы специальные для рук коко но вот мне к сожалению они не попадались я просто знаю что они есть но в магазинах я их пока нигде не видела то есть нам не подойдут швейные иглы вот есть такой у меня набор тоже микроновский швейные иглы почему потому что видите у них очень маленькие ушки очень будет трудно нитку мулине в это ушко просунуть поэтому нам все-таки лучше выбирать вот это швейные иглы для вышивания у них ушки по длине и нам нужны с номера один обязательно как минимум две иглы первого номера нам нужны будут чтобы делать такие вот пышные объемные розочки как называется ткань на которой будем вышивать вот я сейчас вот этот сюжет вышиваю на готовом видите мешочки я его просто распорола по краям вот и на нем вышиваю а вообще я рекомендую посмотреть вот такой вот костромской полулен там 70 процентов хлопка 30 процентов льна он имеет очень симпатичный цвет такой натуральный с небольшими вкраплениями и девочки из первых роз на нем вышивали всем он очень понравился купить его можно у татьяны таня ткани кострома я вам после эфира оставлю ссылочку сейчас как раз у нее идет закупка на этот лен его можно от 300 рублей за метр если мне не изменяет память то сейчас у нее как раз еще и скидки идут вот он продается у нее он достаточно широкий по моим полтора метра у него ширина так что вот такой вот получается очень бюджетно и неплохой по качеству еще есть можно вышивать опять же на льне на натуральном у меня такой есть единственное что выбирайте лен поплотнее вот для начинающих лучше ткань более плотного переплетения выбирать то есть чтобы он был не очень редкий вот можно брать уже готовые салфетки видите подшитые подшитые готовой салфетки можно такие тоже брать и на них вышивать то есть у вас уже будут готовые изделия можно взять хлопок например там для вот для тех тел кукол которые используют можно вышивать на двунитке есть такая классная ткань очень недорогая в москве на 160 рублей за метр стоит в регионах еще дешевле по моему там где-то я по 110 видела по 90 и увидела она тоже неплохого такого молочного цвета немножко конечно редковато но нам для бразильской вышивки в принципе вполне подходит и вот она действительно очень недорогая но при этом она стопроцентный хлопок натуральная и как раз нам подойдет вот на ней я вышивала такие как они кактусы у меня ее сейчас практически не осталось я перешла вот на такой полулен вот дальше нам потребуется еще ножницы чтобы обрезать кончики и нам потребуется что-то чем вы будете переносить рисунок на ткань это может быть терморучка но с ней аккуратнее и надо потом со стирать то есть и недостаточно просто удалить утюгом и и обязательно надо будет со стирать иначе при попадании вашего изделия на холод на мороз ручка проявится я делала опыт клала кусок ткани в морозильник действительно она проявляется есть вот такие вот водосмываемые маркеры вот здесь я его использую водосмываемый маркер он потом удаляется водой в принципе тоже как бы для наших нужд неплохо есть еще вот такие маркеры они бывают белые для перевода рисунка на темную ткань можно белый использовать если у вас такая ткань что рисунок на нее через световое окно перевести нельзя то можно использовать будет ну то есть можно во первых рисунок от руки нарисовать мы будем с вами учиться составлять собственные шаблоны и рисовать как раз рисунки от руки чтобы вам не приходилось их переносить но в принципе перенести можно например через водосмываемый флизелин то есть вы рисуете рисунок на флизелине накладываете его на ткань прошиваете ниткой по рисунку потом его смываете он легко смывается водой гестироваться ткань обязательно ткань перед вышивкой обязательно постирать я просто стираю сразу весь кусок вот этот кусок у меня новый недавно мне татьяна прислала новую посылку тканей вот я скоро сделаю по ним обзор но я его постираю всем куском сразу и потом еще дополнительно декотирую паром вот обязательно ткань лучше постирать потому что если вы будете опять же делать из салфетки из нее да вам надо чтобы она потом ровно по нитке легла и еще секрет если вы собираетесь делать из ткани салфетку шоппер скатерть то ткань лучше не отрезать а отрывать дополнительно взять два сантиметра и оторвать тогда вы оторвете точно по нитке у вас ее не перекосит потому что когда вы отрезаете ножницами можно немножко неправильно отрезать и ткань может в результате готовое изделие может перекосить после стирки поэтому обязательно ткань стираем рвем по нитке если нам надо что-то квадратное сделать вот готовим ее к вышивке дальше про мулине мы будем использовать мулине гамма палитра уже доступна на курсе то есть вы когда на курс зарегистрируетесь то есть вы оплатите я пришлю вам ссылку на регистрацию вы туда зайдете и вам уже будет доступна палитра мулине который мы будем вышивать это сделано специально чтобы вы могли заранее подготовиться тем более сейчас скидки черные пятницы всякие разные можно будет закупиться и также можно будет закупить мулине девочки нитка мозгу у них она сейчас по 10 рублей вот при покупке от скольки-то мотков по моему от 20 но нам не меньше 20 и надо там даже по моему больше 20 там под 40 50 наверное вот примерно такая у нас будет цветовая гамма это вот часть этой нашей цветовой гаммы у меня здесь вам развешано еще зеленые желтые ну вот основная палитра у нас будет вот такая красивая вот она здесь показана здесь единственное что это цвета сирени а это у нас цвета мулине цвета лаванды такими цветами мы будем здесь лаванду вышивать вот цвета сирени у меня отдельно вот здесь вот такие красивые у нас нас будет такая нежная шибби гамма винтажно винтажно не знаю как ее назвать такие специально выбирала нежные оттенки не яркие но в то же время и не совсем винтажные то есть не себе все-таки они имеют цвет но при этом очень нежный цвет если ткань стирать то она будет плотнее да она даст усят удаст усадочку и будет по плотнее и когда вы потом мы же ткани на пяльца натягиваем и у вас не перекосит рисунок когда вы уже сделаете готовую вышивку стоимость курса до 15 декабря доступ на три месяца курсу полторы тысячи рублей на оба год то есть до 31 декабря 2020 года 1800 после 15 декабря цены изменятся вот при необходимости если вам года не хватит то можно будет доступ докупить но я думаю что за год все успеете вышить все что там как бы все сюжеты которые я предлагаю но доступ к группе по розам в котором тоже 30 уроков выложено там проходил первый поток группы розы она вам останется навсегда то есть какие-то материалы из этой группы какие-то там есть роза как лаванду вышивать но там много много материалов ну собственно все материалы первых роз вам останутся навсегда таким вот бонусом то есть я не стала делать новый профиль просто объединили с первым потоком и болталка у нас тоже на все потоки розы будет общее вот и чат домашних заданий тоже будет общий так что можно будет по четвергам у нас будет чат открываться с домашними заданиями вы сможете выложить свои работы и получить обратную связь вот так еще какие-нибудь вопросики мулине вот будет гамма сейчас там пока разложено по номерам чуть чуть попозже я просто докуплю все это в матках и сделаю вам такую палитру в матках чтобы те кто не в россии кто у кого нет возможности купить мулине гамма смогли подобрать уже по цветам вот такие вот дела про пяльца значит смотрите в принципе наша объемная вышивка она частично идет на пяльцах частично без ну вот я уже приноровилась и даже розы вышиваю на пяльцах хотя вот девочки у меня с потока розы рукоко вышивают без пялец здесь у нас претензий к пяльцам нет вообще никаких потому что ну нам не нужна прям такая барабанная натяжка у нас здесь все-таки более такой свободный стиль но я все-таки рекомендую пяльца подготовить вот в принципе в группе по розам в инстаграмовской группе все есть там есть ролик по материалам там есть кстати три цветовые палитры с прошлого курса они тоже вам от доступны остаются после после регистрации вы их все увидите там есть видео как обтянуть пяльца хлопковой репсовой лентой да зачем это нужно чтобы ткань не проскальзывала вот потому что все-таки деревяшка достаточно гладкая и как бы вы не закручивали по деревяшке все равно ткань проскальзывает вот с такой обмоткой проскальзывает меньше вот так что нам понадобятся пяльца удобного для вас размера я вот вышиваю на самых маленьких не самых маленьких на вторых номер два номер четыре в основном на них по размеру это по моему 15 и 20 сантиметров ну вот эти даже меньше они 14 и еще у меня 18 по моему пяльца сантиметров сейчас нет под руками их вот я вышиваю в основном на них потому что на больших мне неудобно вот примерно такого размера вот у меня ведь еще есть пластиковые пластиковые кстати тоже подойдут нас тут не нужна барабанная закрутка поэтому вот 15 они сантиметров тоже как бы подойдут нам такие пяльца вот а больший размер не очень удобен потому что уже там до каких-то дальних участков не очень удобно подбираться поэтому я вот предпочитаю пяльца поменьше соответственно вы выбираете пяльца на ваш вкус и на ваш размер если вы только начинаете это будет первая ваша группа то вот рекомендую пяльца примерно 15 сантиметров больше не надо больше вам будет неудобно и все равно придется их переставлять да можно и на 10 сантиметровых вышивать просто на 10 с метро на 10 сантиметровых уж очень часто их передвигать приходится тоже да возможно у меня есть такие но я их не очень люблю я все-таки вот эти больше предпочитаю где номер два вот как запяливать ткань тоже есть видеоролик там главное что чтобы у нас не перекашивала как бы мы смотрим как нитка идет дай чтоб нитка вот так вот волной не шла сплетение можно нарисовать для себя так вот по нитке взять да нарисовать линию вот и следить чтобы линии оставались прямые когда вы запяливаете так будет даже четче то есть рисуйте себе вот так крест маркером смываемым и запяливаете так чтобы крест остался прямым и чтобы он вот так змеей не закручивался вот ткань полулен вот эта ткань наверное двунитка кстати это у меня готовые мешочки видите готовые я их сейчас у меня скопился их запас думаю надо что некрасиво из них сделать а вообще я подготовила полулен это 70 хлопка 30 лина покупаю в костроме у своей знакомой на самом деле это моя школьная подруга сейчас занимается льном у нее как бы у нее самые лучшие цены все таки не потому что она моя подруга потому что действительно у нее самые лучшие цены я вот ее рекомендую всем ссылку дам после после эфира я дам на нее ссылочку у нее как раз сейчас идет закупка вот мне татьяна прислала несколько тканей на пробу я их попробую и вам отчитаюсь разного льна разного качества и как раз расскажу что для чего почему не вышиваете на вкуснепах а поясните мне что такое вкуснеп я что-то такого слова пока не знаю вот да вот девочки многие покупали все остались довольны этой ткани потому что действительно как бы ну соотношение цена-качество идеальные вот а татьяна закупает с фабрики рулонами как раз делает закупку чтобы подешевле было и потом закупает с фабрики целые рулоны у нее там фабрика рядом с домом вот 50 на 50 тоже хороший вот 50 на 50 вот этот по моему вот он 50 на 50 он немножко другого оттенка потемнее да чуть-чуть тоже классный у меня он тоже есть но я наверное и на нем и на нем буду вышивать на нем я сейчас вышиваю вот покажу вам кусочек ботаники такая вот у нас последняя полянка скоро будет не переключайтесь для игрушек какой вы ли он берете для игрушек я беру вообще чего есть под руками то есть вот для игрушек я ну как бы не привередничаю но вот этот ли он мне кажется смотря для каких для мышек вот 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 такие игрушки да которые мы шьем мышки зайки сейчас в клубе это самокрашенный вручную чая би кофе стопроцентный лен простынный вот у меня тоже мне как раз татьяна отдала кусочки они вот вот такой ширины вот такие просто не длинные но ширина у них у всех одинаковая 20 сантиметров вот ну и как бы я их накрасила и на них экспериментирую а куснеп такие квадратные рамки как пяльца а куса все поняла куснеп потому что там невозможно сделать качественную натяжку вот то есть если вам удается как бы натянуть ткань они все-таки больше для вышивки для канвы канва сама по себе жесткая ее надо просто прихватить а у нас ткань она мягкая и я боюсь что куснепами она во первых ну держать не будет потому что мы как бы много когда мы вышиваем да вот у нас сейчас возьму волку вот эти вот движения все мне кажется ткань будет выезжать и мы потом здесь накручиваем иглу до держим так что может но если вам будет удобно вы попробуйте если вам будет удобно потом расскажите нам вот мы с удовольствием новую информацию себе возьмем просто как бы я их даже никогда не покупала я даже когда вышивку крестиком вышивала как бы я вышивала просто на конве без всяких пялец канва достаточно жесткая и держит а когда вышивала на двунитке или на равномерке я все-таки больше пяльцы люблю они ну как-то понадежней вот так что попробуйте но я боюсь чтобы вот не очень удобно на них вышивать так что вам еще рассказать что вам еще рассказать очень классно получается здесь я взяла совсем другую зелень какую я как бы не пробовал еще но очень здорово получается как оплатить курс можно сегодня написать мне в директ оплатить на карту сбербанка либо дождаться через два-три дня у нас будет лендинг пейдж с автоматической оплатой через яндекс кассы ну в принципе так и так цена будет одинаковая так что если не хотите ждать хотите прямо сейчас уже начать постигать азы то пишите после эфиров директ я вам дам номер карты сможете на нее перевести деньги я тут же вам пришлю доступ и вот если у вас нет карты сбербанка вы из другого с другой стороны это у меня еще есть paypal оплата принимается также на paypal я в микро у вас вышиваю на них вышивала на штапеле мухомор и роза держит нормально а ну прекрасно тогда девочки у кого есть у снэпы можете тоже их использовать просто как бы я у меня с ними опыта работы нет поэтому я их не рекомендую но теперь буду говорить что их тоже можно вот так что спасибо вам за информацию как бы это прекрасно когда вы делитесь своими какими-то наработками это нам всем тоже помогает вот так что еще хотела сказать про материала но в принципе это все то есть нам нужно что-то чем перевести рисунок на ткани ли нарисовать напрямую на ткани нам нужно мулине список цветов у вас есть уже нам нужно на чем вышивать пяльца ножнички чтобы обрезать кончики как бы иголка но вот я храню иголки на вот таком фетровом кусочки это очень удобно потому что их можно в начале работы расположить по номерам вот конечно в середине они уже все перепутываются но как бы удобно тем что можно вот например у вас остался какая-то ниточка не хочется ее куда-то заматывать и вы просто на пяльце на фетр и прикололи иглу и она у вас здесь ждет своей очереди вот надо конечно все это оформить в какую-то красивую игольницу но вот надеюсь сейчас мы с вами вышлим что-нибудь красивые вместе я оформлю себе красивую игольницу вот так что вам еще рассказать если у вас есть вопросы задавайте я сейчас на них отвечу вот такая вот лаванда уже доступно уже доступно у нас кстати в группе розы есть видео про то как вышить большую гортензию клевер и наверное я вам чуть попозже шаблоны этих вышивок прорези тоже выложу чтобы вы тренировались мулине каждого цвета по одному моточку да по одному моточку будет достаточно у нас не такой прям огромный расход чтобы чего-то покупать два матка я думаю что по одному достаточно будет на крайне в случае вы сможете какие-то цвета если у вас вдруг кончится какой-то ваш любимый зеленый если у вас есть какой-то особо любимый зеленый цвет конечно его можно купить сразу два матка да и вообще зеленых можно кстати по два матка потому что они всегда много идут но если у вас закончится какой-то оттенок вы сможете заменить его ближайшим здесь в розах как бы нет такого как в крестике что надо именно таким цветами никаким другим здесь у нас как говорится простор да для творчества мы можем спокойно менять цвета на свое усмотрение и это не повредит нашему общему рисунку вот такие вот новости нюансы у нас опять же смотрите какие штуки можно вышивать разными цветами получаются очень разные очень классные такой колосок мы с вами будем вышивать обязательно они прям такие получаются потом можно на их основе это у нас будет лаванда такой колосок на их основе видите можно делать пшеничку такие всякие штуки объемные вышивки так у меня нету рядом взяла рядом еще варианты что можно делать так еще у вас будут какие-нибудь вопросики я с удовольствием на них отвечу а еще да еще нам для работы потребуется калька любая какая у вас есть я беру рулонную и нарезаю ее на кусочки самая обычная калька нам понадобится для того чтобы конструировать сюжет так что запаситесь пожалуйста вот у меня рулонная и нарезала на нужные мне листы поэтому такая когда будем вышивать смотрите до 15 января у нас сбор группы уже сейчас вам доступна лаванда вы можете начать вышивать уже сейчас доступны вам уроки в закрытом профиле instagram вы можете уже начать тренироваться какие-то элементы с 15 января мы с вами вместе вышьем несколько точнее откроются уроки по подготовительным работам то есть мы потренируем сделать розу будет отдельный сюжет с розочкой ну и там еще швы потренируем которые самые такие часто используемые трудно которые надо потренировать которые сложно даются там те же швырококо но я надеюсь что швырококо вы на лаванде натренируете у вас уже с ними все будет хорошо вот из 1 февраля будут открываться уже уроки больших сюжетов их будет 4 то есть основные уроки будет 4 сюжета и параллельно мы начнем прямые эфиры с 15 февраля где будем обсуждать все сложные моменты еще один сюжеты будем вышивать с вами вместе и еще будут дополнительно несколько прорезей для вашей самостоятельной работы сюжетов то есть сюжетов будет много что-то будет подробно разобрано в видео уроках 4 сюжета что-то мы с вами разберем на прямых эфирах и что-то останется у вас для самостоятельного творчества вот по итогам нашего курса будет дипломная работа но по желанию то есть кто захочет будет делать дипломную работу по своему своей собственной прорези любой сюжет там определенного размера любой цветовой гамме какая вам понравится и ток мы соберем опять видеоролик кстати итог первой группы дипломной работы вы можете посмотреть по хэштегу диплом розы снадин и видеоролик который как раз ровно под анонсом нашей нынешней группы так получилось что там как раз отчетная отчетный концерт прошлой группы роз подскажите пожалуйста о чем речь когда мы будем вышивать речь у нас сейчас о наборе в группу бразильские розы 2 у нас сегодня стартовал набор с группу это уже второй поток первый поток у нас уже закончил дипломной работы вы можете посмотреть в ролике также вы можете посмотреть �шево по хэштегу вышиваю розоснадин как девочки собственно весь процесс как девочки начинали делали первые пробные работы потом первые розы как они росли и собственный ток можно посмотреть как раз по хэштегу диплом розы с надин. Это не канва, это натуральная ткань, хлоп-кален, на котором мы, собственно, вышиваем в технике бразильских роз. Это не крестик, это свободная вышивка с свободными стежками. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда начнется новый поток ботаники? Новый поток ботаники сбор начнется в январе. Сам поток стартует, по-моему, если мне не изменяет память, 15 февраля мы собираемся, и с 1 марта мы начинаем. То есть, ну, весной в марте будет второй поток ботаники. Сейчас у нас будут розы. И там между розами и ботаникой возможно будет еще один маленький курс. Но пока... Но это не точно. Посмотрим, что там будет со временем. А вторая ботаника, лесная ботаника будет уже только весной. Потому что на розах у нас очень много работы обычно бывает. И уже другой большой... Ну, я не люблю, когда идут два подряд таких крупных курса. Потому что это не очень хорошо получается. Они идут по очереди. Вот ботаника у нас сейчас закончится, начнутся розы, закончатся розы, начнется ботаника. Приходите на розы. Это тоже очень интересно и очень увлекательно. Тем более, сейчас на розы можно попасть по промо цене до 15 декабря. Потом цены поднимутся. Так что, кто хочет, успевайте сейчас, бронируйте стоимость в директ. До 15 декабря можно будет оплатить по промо цене. Розы просто огонь. Да, спасибо, мне очень нравится. Но это вот немножко другая форма розы. На прошлом потоке мы розу вышивали по-другому, а на этом потоке у вас будет два варианта вышивки роз. Кто на всех курсах? Иногда путаемся, где эфир. Ну, смотрите, у нас будет жесткое расписание. Среда у нас день большой группы. Это в закрытом профиле. Если у нас сейчас идет ботаника, то в ботанике. Если в розах, то в розах. Четверг у нас, ну, во всяком случае, сейчас до Нового года в клубе эфир. А по понедельникам, вторникам и пятницам эфиры обычно в этом, в большом профиле. Вот, сегодня понедельник, значит, большой профиль. Среда это у нас всегда тематическая группа. Четверг у нас зарезервирован под собрание клуба. Вот, а все остальные дни под большой профиль. Сейчас у нас эфиров будет побольше, потому что присоединяются новые участники. Всегда много вопросов. Так что будем видеться с вами чуть-чуть почаще. Я надеюсь, вы не против видеть меня чаще в эфирах. Но мы еще, как бы, сегодня у нас такой больше болтательный эфир, потому что старт всегда у нас болтательный. Но со следующего эфира мы еще немножко повышиваем, потому что у нас лежит наша веточка. Веточка, которая ждет, чтобы мы ее закончили. Вот такая у нас веточка. Я ее доделала, сделала такие листочки. Видите, специально один оставила листочек, чтобы вам показать, как вышиваются вот такие вот листочки интересные. Вот. Потом мы закончим наши бараночки. Их еще немножко обработаем зеленым. Вот такая вот у нас веточка нас ждет. Сама прорезь веточки доступна в клубе. Вообще все прорези, которые мы бесплатно вышиваем в прямых эфирах, они доступны в клубе. Доступ в клуб осуществляется один раз навсегда. Пишите мне в директ. Для тех... Для всех он стоит полторы тысячи. Для тех, кто уже в какой-то моей группе, он стоит тысячу рублей. Так что, если вы идете в розы, то вы можете сразу со скидкой записаться и в клуб. Сколько стоят розы? Доступ на три месяца стоит полторы тысячи рублей. С доступом к материалам на год стоит тысячу восемьсот рублей. Но для всех остаются... Вы навсегда... Смотрите, у нас материалы в двух местах расположены. На платформе GetCourse, потому что там удобно и можно смотреть в большом формате. И в закрытой группе Instagram, где у нас будут проходить прямые эфиры. То есть, вот закрытая группа Instagram вам остается навсегда. Там сейчас находится 30 уроков с первого потока. Это вам все остается навсегда. Чат-болталка тоже остается навсегда. А вот доступ к материалам с GetCourse... Есть два варианта участия. На три месяца и до конца 2020 года. Стоимость разнится. Полторы тысячи на три месяца и 1800 до конца года. Это до 15 декабря такие цены. Дальше они будут немножко расти. Вот. Так, лаванду вам показать еще. Такая вот у нас есть лаванда. Как оплатить? По поводу оплаты напишите мне в директ. Я вам скину номер карты. Либо дождитесь послезавтра. Будет лендинг с автоматической оплатой через Яндекс.Кассу. То есть, можно оплатить любым имеющимся у вас в наличии способом. Там, по-моему, Яндекс.Касса практически совсем работает. Если вы с другой страны, то можно оплатить через PayPal. Опять же, пишите мне в директ. Вот. Да, мы всем рады. Обязательно присоединяйтесь. В этом потоке у меня будут помощницы. Девочки, защитившие диплом с прошлого потока. В этом потоке будут моими помощницами. Так что, я буду не одна. У нас будет еще 20 человек, которые уже прошли первый курс борозом. Прошли достойно. Защитили дипломы. И теперь будут, я надеюсь, будут помогать. Мне и всем. Это ткань-двунитка. Это такая очень недорогая ткань. Хлопковая, натуральная. Которая в магазинах. Вот из всех тканей, таких подходящих нам для вышивки, она самая недорогая. Мы ее использовали для тренировочных упражнений в розах один. Но, в принципе, я рекомендую, действительно, для тренировок ее использовать. То есть, для изделий она немножко жестковата. Но, в принципе, для, например, кармашков, для вилок-ложек она бы подошла для столовых приборов. Для салфеток немножко жестковата. Для салфеток я все-таки рекомендовала бы вот этот хлопкален 3070 у Татьяны. Он вообще прекрасен. Не встречали двунитку в магазинах? Может, вы просто не спрашивали. Это хлопковая двунитка. Она вот в Москве стоит 160 рублей за метр при ширине метр 10. В регионах я видела по 110, по 90 рублей в зависимости от региона. То есть, она самая бюджетная. Но вот можно закупать вот такую ткань у Татьяны. Девочки, напомните, сколько у нее стоит от трех метров. Я просто вот сейчас навскидку даже не скажу. Просто многие у нас из первого потока роз брали эту ткань. Из ботаники брали. Все остались довольны. Это Костромской хлопкален 30 льна 70 процентов хлопка. Еще у Татьяны есть полулен 50 на 50. 50 хлопка, 50 льна. Он немножко, по-моему, другого цвета. А может, вот этот 30. Я вот сейчас уже даже, если честно, не вспомню. Но у меня есть все, и они очень классные. То есть, вот этот потемнее, вот этот посветлее. Но, по-моему, этот все-таки 30 на 70, а вот этот 50 на 50. Но он очень-очень классный. И плетение, и вот сама фактура этого льна. Очень-очень здорово. 220. Да, вот 70 на 30. Он от трех метров 220 рублей стоит. И при ширине это полтора метра. То есть, очень доступная и достойная ткань. Татьяна отправляет быстро. И сейчас Почта России, слава богу, работает быстро. То есть, в любом случае, до начала курса вы эту ткань получите. Вот. Ссылку на Татьяну я дам после эфира в сторисах. Смотрите, в актуальных сторисах. Также у Татьяны еще есть белый хлопка лен 50 на 50. И белый чистый лен. Стопроцентный лен тоже есть. Вот, по-моему. Нет, это не он. Что-то другое. Ну, сейчас не хочу лезть в коробку с тканями. Вот. А в каком магазине? Это не в магазине. Это у Татьяны совместные закупки в ее профиле. Вы переходите в ее профиль, пишите ей в личку. Там у нее в профиле выложены образцы тканей с ценами, с описанием, с плотностью, с составом. Все подробно. Пишите ей в личку, говорите, Татьяна, мне срочно нужно там для курса, для надежды, для роз, такая-то и такая-то ткань. Если вы вдруг растерялись в этой ткани, просто пишите Татьяне, говорите, Татьяна, я потерялась, вот мне надо для курса розы, надежды. Подскажите, пожалуйста, что мне лучше взять. Татьяна в курсе, мы с ней регулярно общаемся, поэтому она вам подскажет, что вам нужно. Вот. Такие вот дела. Так что я о вас забочусь, не просто предлагаю вам курс, а еще инфраструктуру, где что нужно купить. Мулины можно будет купить в нитке, нитка Моску, там у них гамма на распродаже сейчас. Вот, то есть пишите, на них я ссылку вам тоже сделаю после эфира, то есть и на Татьяну, и на Мулине. Вот, вы им просто пишите, вот файлик, который, палитра Мулине, которая нам понадобится для курса, она сейчас выложена уже на гиткурс в виде файла. Вот, то есть не путайте, наша нужная палитра лежит на гиткурсе, в профиле инстаграмовском у вас лежат палитры прошлого потока. Вы их, в принципе, можете себе для общего развития тоже сохранить, но вот наша нужная лежит на гиткурсе. Она лежит в виде эксель-файла. Вы можете взять этот эксель-файл и сразу отправить девочкам в нитку, они вам соберут. То есть не запрашивать у них их форму остатков, она очень большая, и в ней очень как бы трудно что-то проставлять, а просто им вот этот файлик скинуть, сказать, девочки, help, помогите, нам нужно. И они вам все соберут. У них тоже очень быстрая отправка, очень рекомендую их. Да, мама, привет. Мама ко мне пришла на эфир, мама, привет. Мама, смотри, какая у меня красота. Вот такая вот, такие розы мы будем вышивать в новом курсе. Вот. Так, еще вопросики у нас сегодня будут. Давайте я вам все расскажу. Тогда я уже сразу и про иголки еще раз расскажу, что нам нужны будут иглы особые. Не какие там, какие есть, а вот надо немножко будет вот с иглами напрячься и найти. Иглы швейные ручные для вышивания. 1, 5. Обязательно должна быть толстая игла номер 1 в количестве двух штук. Вот в таком наборе их как раз две. Вот. Если вы вдруг найдете иглы специально для рукоко, то это будет еще лучше. Но, в принципе, девочки у нас с этими иглами справлялись и нареканий как бы не было. То есть, естественно, тоже надо немножко приноровиться, но потом все как бы подружились с этими иголками. Вот еще есть вот такие пони, но вот у них ушко все-таки широковато немножко. Вот их будет сложно снимать на вивы, но лучше все-таки поискать гамму. Вот у кого есть возможность, поищите. Еще раз повторю, что нам надо от иголки. Игла должна быть, во-первых, ушко должно быть достаточно большое. Во-вторых, ушко должно равняться стержню иглы. То есть, вот для сравнения иглы для вышивки лентами, да? Видите, как сильно выпер... Ну, ушко шире самой иголки. Вот так быть не должно. Так очень сложно будет снимать на вивы. Нам надо, чтобы оно было все-таки ровненькое по возможности. И нам не подойдут тупые иголки. Вот такие вот иглы. Сейчас покажу. Вот такие вот иглы для вышивания крестиком нам не подойдут. Они тупые. Нам нужна будет острая игла. Видите, какие тупые они? Это для вышивания крестиком оставьте. Нам они не подойдут. Вот у меня остаток этого набора, единички, гаммы. Вот был прям набор, только единичка, номера один. Но, к сожалению, у меня нет его упаковки. Осталась только вот такая вот штука. Их было шесть штук. Выглядела упаковка точно так же, как вот эта упаковка. Точно так же. Только здесь было написано номер один, шесть штук. Вот, артикул не подскажу. Вот они тоже хорошие. Да, в Леонардо эти иглы я все покупала в Леонардо. Потом еще рекомендую вот такие иглы Микрон. Можно брать не 5-10, а 3-10. Они есть 3-10. Тоже очень... Вот они по качеству лучше, чем гаммовские, но у них нет номер один иглы. Это самая печальная печаль. Если бы была, я бы, конечно, лучше Микроном вышивала. Они как-то поровнее и поострее. Ну, в целом, гаммовскими тоже можно иголками вышивать. Вот. Еще будут у вас какие-нибудь ко мне вопросики. Если будут, задавайте. Я на вам удовольствие на все отвечу. По поводу присоединения к группе пишите мне после эфира в директ. Я всем отвечу. На все вопросы отвечу. Все реквизиты вам вышлю. Группа начнет работать с 15 января. То есть все новогодние праздники у вас остаются вашими личными праздниками. Мы не будем никуда спешить. 15 января спокойно соберемся. Проведем первый эфир. Поговорим о материалах. Немножко еще раз о Мулинея, обо всем. У вас еще будет немного времени, чтобы окончательно подготовиться ко всему. И уже начнем мы тренировочные работы. А с 1 февраля мы уже начнем большие работы, прямые эфиры на разные интересные темы. Прямые эфиры – это одно из самых лучших, что было в розах один по отзывам девочек. А еще чат-болталка. Чат-болталка тоже вам станет доступен сразу же после регистрации на курс. У нас там очень теплая и дружная атмосфера. Очень хорошие девочки. С первых роз мы все очень сильно подружились. Обсуждаем там не только розы, а вообще всякие разные другие темы. Вот. Очень дружно и весело живем. Заражаем друг друга собственными увлечениями. Последнее увлечение у нас было – это кукла Паола Рейна. Переопыляемся, как девочки правильно сказали. Мы все дружно переопыляемся. Что все же лучше брать – лен или хлопка-лен? Ну, смотрите, все зависит от ваших задач. Куда вы потом это будете применять? То есть, что это у вас будет? Если это будет просто работа в пяльцах, то вообще не принципиально, что брать. Берите, что дешевле. И что вам по цвету подойдет? Если вы потом будете делать из этого какие-то изделия, например, салфетки на стол, полотенца какие-то, предметы для украшения интерьера, то смотрите по плотности, по жесткости. Какая, как бы, что вам будет лучше. По цвету. Я не могу сказать, что лучше лен или хлопка-лен, смотря там для каких целей. Но вот Танин и лен, и хлопка-лен, там подходит для всего. Так что, в принципе, можете выбирать по цене. Или наоборот, если вам хочется побольше лена, то вот выбирать хлопка-лен, который 50 на 50. Можете выбрать чистый лен. По большому счету, по качеству оно все хорошее. Лен и хлопка-лен отличаются цветом. То есть, один посветлее, другой вот такой потемнее. Как бы, белый не отличается ничем. Плотность у того и у другого хорошая, нам достаточно. Из того и из другого получатся хорошие салфетки, хорошие... Ну, вот шопперы надо будет немножко укрепить. Вот шопперы из чистого лена будут лучше, такие крепче. Вот. Лен, да, лен пожестче. Лен пожестче, получше держит форму. Вот, то есть, если вы хотите там шопперы, то может быть даже лучше изо лена. А вот для таких мешочков, да, мешочков, эко-мешочки для всякого разного, то пойдет и то, и то. И лен, и хлопка-лен, и вообще двунитка даже подойдет. Вот. Очень классный цвет такой прям, прям интересный, красивый. Видите, он с ниточками, с пропущенными черными. Очень такой прям натуральный получается. И наша цветовая гамма, в принципе, для него тоже подходит. По большому счету, главное научиться, а потом и на вязаном полотне справитесь. Да, согласна, на вязаном полотне, как бы, нюансы, ну, все то же самое будет. Единственное, что надо будет правильно натянуть ткань, полотно трикотажное, чтобы, во-первых, не перетянуть, а во-вторых, и чтобы оно, ну, как бы, не болталось. То есть, там лучше использовать стабилизатор на заднюю сторону. Можно тот же водорастворимый, чтобы потом при стирке он ушел. А вообще, как бы, при вышивке роз на вязаных изделиях, мы единственное, что берем нитки шерстяные. Ну, чтобы органично было. Шерстяная пряжа, шерстяные нитки. А так все то же самое. Ну, иголки потолще. Вот. А так все то же самое и прекрасно. Шерстяные мулине. Сегодня, на удивление, они у меня рядом со мной. Неожиданно так получилось. Вот оно выглядит вот так. Это у меня фирмы Гамма. Радуга. Радуга оно называется. Вот оно точно такое же, как хлопковое мулине, только акрил с шерстью пополам. Тоже всевозможных цветов оно есть. Прям всевозможных. Можно из него тоже собрать аналогичную палитру. Ну, может, совсем аналогичную не получится. Но цветовая гамма у него достаточно обширная. Бледненькие, голубенькие есть. Различные розовые тоже есть. В общем, вариант от массы. Есть еще такое же мулине Риолис. Если вам больше Риолис нравится, то можно Риолисом вышивать. Ну, это уже на ваше усмотрение. И можно, в принципе, даже эти сюжеты уже будет вышивать шерстяным мулине. О, я уже на митингах мулине хлопками без стабилизатора и на ура. Ну, прекрасно. Прекрасно. На митингах, да, можно, знаете, как, ну, я вот уже рассказывала девочкам в первых розах. Берете лампочку, митингу на лампочку и чуть-чуть прихватываете резиночкой обычной, да. И у вас не сильно растянется, то есть вы сможете контролировать степень растяжения. И держаться будет хорошо, и вам вышивать будет удобно. Конечно, да, я тоже считаю, что пробовать нужно все. Обязательно. Потом рассказывать нам про результаты, про ваши. Вот. Так, что вам еще интересного рассказать? Задавайте вопросики, я вам все расскажу. Ничего не утаю. Ну, естественно, кроме роз мы будем вышивать еще разные объемные цветы. Вот, попробуем всяких. Будет у нас сюжет корзина цветов. Вот там мы попробуем всяких разных цветов. Так, у нас, наверное, с вами... О, все, у нас осталось буквально несколько минуток. Так что, если есть какие-то прям срочные вопросы, скорее задавайте. И у нас уже скоро эфир закончится на сегодня. Вот. И мы с вами сегодня попрощаемся до следующих эфиров. Ну, я думаю, что сейчас эфиры будут почаще выходить. Потому что, как всегда, при старте группы очень много вопросов. Вот. Да, девочки, Надя, это кладезь инфы. Спасибо большое. Я стараюсь каждый раз сделать что-нибудь интересное. Вот. Здравствуйте. Ну, мы вот уже заканчиваем. У нас сегодня анонс группы Розы. Если вы хотите узнать побольше, то пересмотрите, пожалуйста, эфир. Я все рассказала про то, что нам понадобится, как понадобится, как зайти в группу, сколько стоит. Вот такое, что у нас... Где у нас доступен вот такой вот сюжет лавандовый. Новый. Лаванда, она всегда нужна. Как показывает практика, лаванда нужна всегда и всякая. Поэтому я подарила вам еще одну лаванду. Вот. Всю информацию я уже выдала. И уже у нас осталось буквально пара минут до конца эфира. Не успею все повторить. Так что смотрите обязательно эфир в записи, если вы только что присоединились. Там много-много полезной информации. Вот. А мы стартуем уже вот совсем скоро. Оглянуться не успеете, как наступят новогодние праздники. А после праздников мы сразу и начнем. Сейчас у вас есть время, чтобы подготовиться, заказать ткань, заказать мулине. Какие-то необходимые инструменты в виде маркеров для переноса рисунка на ткань. Кстати, да, еще можно будет использовать вот такой вот трансфер пенсил. То есть вы им рисуете на кальке, а потом с помощью утюга переносите на ткань. Вот. Как раз бразильские шаблоны им можно будет хорошо переносить, потому что вот он всем хорош, но не переносит тонкие линии. Они под утюгом расплываются. Вот. А вот бразильская вышивка. У нас там сюжет, девочки, вот кто в первом потоке учился, знают, что у нас там в основном круги и треугольники. И вполне можно будет перенести на любую ткань вот таким карандашом. Он есть белый еще. Вот. Но у нас осталось 37 секунд, поэтому я на сегодня с вами прощаюсь. Всех люблю. Следите за объявлениями. Кто уже захотел в группу Розы, пишите в директ. Я на связи. Всем отвечу. Всем все вышлю. Всех люблю. Ваша я. До встречи на эфирах, на курсах и вообще в жизни. Мы тоже иногда встречаемся.